купил специальная сумка для ноутбука заказал по интернету у меня специальный отдел есть обычно сумки на плечо тут можно на спину как рюкзак вешать одевается так очень вместительно большой объем так ты прямо из китая заказал шанхае или не знаю где там заказал вот раньше такая была вот у меня тоже фильма таргус и это тоже таргус но это такая более спортивно удобно более объемно это это мне как сумка для бумаг нет всякие конспекты тетради книги всякая разная тут находится а то специальный шехол предлагается делом пока не понял делом чехол ну потерял к выгнать этих чем занимаетесь сейчас чем занимаюсь но я встаю рано пораньше ложусь потому что надо 4 40 встаем уже все мы на молитву и письма приходят вопросы очень допустим взять один день звонят два священника поврось ну правда один позавчера а один вчера вот как вы думаете два вопроса ко мне я мирянин ну чтес это никакое считает но у них расположение есть он говорит считаем там я не знаю служба была встретине акафис вот там кто-то так-то написано правильно это или неправильно я говорю а что там написано ну вот этот этот как взял старец себе он благословил так вот это ну я вручу там ну то но без всякого написано что меньше больше благословляется больше и меньше благословляется не наоборот это евреям 7 7 я подсказываю ну да ну а как же старец благословил христа христос же младенцем был то это как он как евангелист какой-то был все знал и там какие слова сказал я говорю ты откуда это берешь то что он знал еще не знал он знал что он такой-то родится и больше ничего не знал этот праздник совершенно надуманный смертный праздник он не может умереть пока не младенца не увидит он пришел на смерти просите в то время и после этого умер сегодня пошел преисподние места это же не после распятия христа было ну да ну и какой-то двунадесятый праздник хочу вам конкретно скажи встретение савла на пути в дома со христом вот надо что было праздновать а монахи не могли этого они не знали этого а вот симеон это к храму как-то привязано к божьей матери тут они наворачивали по полной гостопрограмме но я ему священнику это объясняю никак так они же знали не знали они ангела его не видели на полях вифриемских только увидели но остальные говорили образно даже иоанн уже в узах сидит и послал игры ты ли тот или другого ожидать даже уже в узах уже крестил христа и все еще не знает а что знали они не все ли время восстанавливаешь царство израилю какое царство здесь от римского владычества избавить то ну да ну а как же вот там это ну да никак что благословил он это понятно а что это спаситель мира он не знал но нападение на восстание ну и речь о нем как о человеке как о пророке не как о боге не о втором лице троицы говорил я что-то чувство что-то не так священник говорит да не так они не знали христос уже распятый уже воскрес и явившись им готов упрекал их за неверие чего непонятно то тут упрекал что он упрекал делать было нечем нечем заняться христу воскресший христос за неверие и теперь когда он шел евангелие считаем и 23 глава евангелия от луки шел с ними и доказывал что должно было ему пострадать и воскреснуть доказал на основании закона пророков и псалмов то есть не закон не знает не пророков не псалмы они готовились только здесь старство слева и справа сидеть мать об этом ходатайствует не все или время восстанавливаешь царство израилева не о спасении душ шла речь-то совсем и они не знали но как же считают что мельхиседек там жертву принес но тут неведомый был никакого о нем разговора нету почти на мельхиседека христос то есть это люди которые духовной академии кончают и такое смутное понятие сначала сопротивляется а потом говорит да наверное так и не наверное это единственно верно единственное почему согласно писания я говорю что воскресший христос упрекает их в неверии а в чем а зачем он доказывал столбов и пророков то и он говорит только о временном бог его отпускает надуманный праздник в четвертом веке 300 лет никто его не знал им надо было цифру 12 нагнать как мистическая цифра и они подбирали уже не знали воздвижение креста да не воздвижение креста открытие храма обновления храма а то уже соединили два события как вот день петра и павла 12 июля они в разные года умерли и в разные числа но церковь села в одно потому что они прилеплялись к тому другому а давай в один день одни яна златоуста василия великого другие григория богослова разделились а церковь села в один день отмечать их да зачем сводить то сказать что они на небо мы еще не кто больше вот когда учились схоластики и у эти католики они решали споры на конче на конце иглы сколько у месяца демонов они говорят 5 а другие говорят 5 тысяч ну и кому верить демонов и сядутся чё не на и конец иглы то полезут а то тебя не на иглу посадят другое священник начинает тоже это самое но только маленькая с другой стороны я стал показывать среди еще было вопрос это одни и те же фактически я может быть это сродни как-то было он благослови да благословляем мы бога все дом израилев благословите бога бодом и воден благословите бога в дом левин то есть все абсолютно могут благословлять сейчас я даже посмотрю минутку одну сколько раз встречается узнать 420 раз 420 да еще в неканонических 79 499 может 500 раз сказать 499 раз слова благословите и кто и благословил их и приложился к отцам своим да главное бога благословите господа и кстати как первое маковейское 424 и благословляли господа небесного мы благословляем то есть благо дает он нам мы сама он благословляет дает силу побед на победу он благословляет чтобы мы были успешны в божественных делах слово благословение имеет вот такие весовые категории кто кому благословит благословил господа давайте поставим сколько раз это встречается господа 27 теперь посмотри благословит 27 и 8 15 215 раз но тут и благословен господь бог искал преклонных лет господь благословил и дальше благословите господа господа это поточнее можно даже сказать именно господь когда благословит все вместе взять господа 85 и преклонился благословил господа 85 раз благословен господа 85 раз давни канонических еще 85 90 85 95 100 4 104 раза только где говорится благословил господа мы бога благословляем а что симеон благословил марию да и марита сама не знала я говорю как не знала такая в очреве взыграл младенец она не знала кто такой так она написано было готов блажать будут я говорю что вы со словом цепляет ублажать то где она встречается ублажать то ветхом завете как ублажает кончину праведных ублажает кончину всех праведных ублажает человек верующий то и что здесь библия ублажает библию восемь раз ухо слышавший меня ублажила меня и уговорит нечестивый хвалится похоть и души своей кажется любит но дальше так все народы ублажает его стою дети ублажает ее кого ма женщина в доме все убирает и ублажил я мертвых и ублажат меня все роды на сказал вот мы ублажаем тех которые терпели яков говорит мы ублажаем и все и и на слово ублажать говорит что вот так стеснейший херувим я не против и считаю это молитвы но совсем это не евангельские слова стеснейший херувим без сравнения серафим откуда это взяли не знаю кто это сравнение давал свят дальше не идет нет святее и святейший ягра слова святейший встречается только два фактически три раза первая святейшая вера иуда говорит и святейший это в ветхом завете место где построен храм и больше ничего нет на комаре еще разве не знала не знала откуда было и знать она знала что он благословенный и прочее и когда год господь там говорила с ним спорили то родные слышали что он вышел из себя вот я сейчас покажу где это было вышел из тебя не надо говорить что такое вышел из себя мы считаем и услышав ближние его пошли взять его ибо говорили что он вышел из себя марка 321 то есть бессмуется они говорили бес в тебе а господь бессонет во мне я что отца моего и бесчестите меня вот оно что мать была о нем и совсем не высокого мнения как сегодня и думает когда дух святой открыл до сошествия духа святого у них понятие было именно как и у идеев он даст нам царство римлян изгонят победа полна нашей стороне никакого фашизма нету но и теперь мы будем царствовать оказывается не так и священники мне задают вопросы чем я занимаюсь ответы ответы большие ответы в письменном виде сколько каждый день вот я даю ответ события дня чем я занимаюсь сейчас пока говорили занимался занимались написали сегодня два ролика один там через тридцать четыре года вышел на меня отступник теперь оказывается у меня в книге последняя с ним беседа была написана на магнитофон а потом перепечатана в книге 22 томе открытым оком это же все моя работа не считаю что звонят местные или откуда ответить письменном виде в интернете но и с роликами вчера сколько было заходили люди а вещам занятия полтора часа и день прошел но и не забываю что после каждого выхода на улицу там по пришел я обязательно 100 поклонов по поклонов и три святое на считаю это все время идет я посмотрю к вечеру 8 7 10 раз у пенсионера время пустое а у меня времени не хватает вот я сегодня стал в третьем часу 3 кажется не было но и вот теперь до вечера но я ложусь пораньше у меня время настолько спрессовано что даже двинуть нельзя но интересуюсь тем какие новости внимательно смотрю какие новые появляются мне ссылается вот такой-то ролик дайте на него ответ два три ролика на день мне скидывают посмотрите дайте вашу рецензию или на книги книги присылают вот такой-то священник напали на него вот там на масленникова я отвечаю полной программой бывает выходит там большие люди тоже вопросы задают как ответить от 1 объяснуется и как помочь я сегодня все эти ответы дал времени в абсолютно нету лежу уже время вечер вот так время проводим я говорю о священниках это хорошие священники я их лично знаю у них проповедовал там и они задают вопросы по делу ягра почему в книгах на не смотрите они где этого нету я подумал в самом деле нигде нету счастнейший херувим и все а ты расспроси когда они признали его за христа пётр сказал говорит не знал о чем говорил когда сказал да и то за после этого христос сказал от одет меня сатана даже на все смотреть открытым оком дальше что вы все надо ну все пока весь ответ я опять сажусь за свою спасти христос кошек упал сейчас покажу посмотри как я их выпускаю вот сюда отойди подальше как они выбегают оттуда я их раньше не упускаю одна прыгает бушка на стол и сбивает у меня провода и телевизор мой выключается они побегут сейчас он там будут и так смотри как они выставят наклонись тут или как пониже посмотрел один раз хотя бы я вот открываю а времени сколько уже двадцать минут восьмого восьмого вот теперь я откидываю положок последняя вот первая должна быть густая она и есть вот она сейчас они корыцу или сюда белая вот она рыжая вот сейчас смотри как они будут подходить когти чистить а тут я их поглажу смотри но вот она пошла люди вот вот дотянется к верху да буско хорошая вторая бежит вторая теперь сюда да иван не белая да молодец а это вон где пошла ну-ка там нельзя иди сюда вот сюда иди иди сюда давай давай сюда а вот они где смотри как истощили так вот вот упадет у меня полка вот это она знает что у нее там кормушка давай а чтоб другие к ней не резли не съели я ее там запираю вот все это сейчас будет ее караулить как только я открыл а скорее туда там у нее рыбьи головы есть вчера вот она пришла вчера последний голубенок застыл 30 градусов и больше голуби надумали паре там потепление было среди зимы вывели и все голубята замерзли замерзли потому что они на улице там чуть отодвинулись они голые и всего на этом вот у меня куда время уходит у меня время хорошее часто думаем пойти к батюшке в больницу там заснять поговорить узнать что-то отнести а что отнести у меня только сухари есть картошка возьмет нету взять надо вот все на этом во славу божию благодарю